Сегодня воскресенье, 10 часов утра, и я поехал на пару часов проехаться по Владивостоку. Ирины со мной нету, сегодня она на погружении, она же руководитель ДФ-центра, это мы со студентами сегодня. Ну а я вот так, наших русских медведей тоже пока нет со мной. Я даже не знаю, не созванивался, не списывались, что у них сегодня по плану. Ну, сам прокачусь и что-нибудь вам покажу. Это сейчас подъезжаем к кольцу инструментального залога, сейчас проедем за проход. Сейчас вернем к Владивостокскому медицинскому институту, ну раньше так назывался. У нас такая улочка разбитая. Такие маленькие Владивостокские трущобки. Ну, дому, наверное, больше 100 лет. Такой старинный, монументальный. Вот вижу там надпись, приемная комиссия. И сейчас выведем тоже старый дом. И вот сейчас выведем кольцо инструментального завода. Кольцо инструментального завода. Вот здесь мы по тротуару проведем. И на пешеходный переход через него. Ох! А идут, не идут люди. Без разницы, люди. Ладно. Ладно, если бы я на своем просто колесе ехал. А то ведь бабулька идет. Мы ехали на Партизанский проспект. Сейчас опять на пешеходный переход. Перейдем. Не будем переходить через переход. А мы поехали под Гровский парк. Ну, это я. По Партизанскому проспекту. Бабушка шрот открыла. Что ж такое? Датится. Такую же шелотную. Так. Немножко не туда ехал. Даже взвернулся. И по тротуарам сейчас. Тут здесь. Более-менее удобно. Сворачиваем. Партизанского проспекта. В Покровский парк. Здесь, конечно, классно. Конечно, парк, как говорят, на костях стоит. Ну, это же кладбище Покровское было в начале века. Многие знаменитые люди похоронены здесь. Ну, ну, вот так вот. Не мне судить, не мне осуждать. Ну, а так классно здесь. Я уже несколько раз своих видео показывал. Да, кстати, вот часовенка стоит. В 94-м году, когда у меня сын родился, пацана малолетнего вот здесь вот крестили. Ну, а так, для информации просто скрепли. Ну, вот она часовенка осталась. А сейчас подъезжаем к храму, который уже, ну, который не так давно был постоен. Кому-то, конечно, нравится. И тогда, когда Серега здесь будет, ну, цена. еще этого не было. Ничего. Ну, красиво, вопросов нет. Стоим на пешеходном переходе перед Дальневосточным университетом. Раньше это было центральное здание, но так как все перенесли уже на остров-професский, и есть там просто центры языковые или языковые. Проезжаем здание ДВФУ. Там внутри, ну, не увидим, там есть двухэтажный особнячок такой, где приемная комиссия ДВФУ была, по крайней мере, раньше. Когда-то, сколько-то лет назад поступал на факультет психологии. Зачем? Ну, видно какие-то свои внутренние моменты. Решить для себя, конечно. У нас же как говорят, на каждого психолога нужно два психолога. Ну, у меня с этим все просто. Сейчас выезжаем на 25 октября. Вот здесь напротив здания раньше была шоколадная фабрика. Раньше запахи такие стояли, шоколада. Ой, а сейчас не знаю там что. это у нас это у нас примечательное здание. Мы сейчас проехали, я его не показал, перед этим было здание, а раньше было КГБ по Тиморскому краю. Мимо него даже в 80-х годах было. Ну, не то, что страшно проходить, но такое эпическое. Здесь мы сейчас съедем. Придется нам выехать на дорогу. Там везде лестница. Он предупреждает, что едут молодши, отлично. Напротив стадион Динамо. Подъезжаем либо сейчас на набережную. Повернем направо, потом налево. Проедем мимо краевого ГАИ. Направо повернем. Наша главная дорога. Вот тесовинка стоит. Сейчас повернем, я вам покажу. Не знаю того, что постоянно там цветы, винты. много раз проезжал мимо, но ни разу туда не заходил. Прошу для себя прощения. Заехал буквально на несколько минут сюда. и вот здесь такое классное место. Очень вкусно готовят. Заказал супчик, а простой куриный с бульоном с яйцем. И пойду или поеду уже на набережную. Прохладно, ветерок, классная погода очень. Буквально минут на пять отвлекусь. А потом дальше покачу. здесь кстати вот такой вот какой-то ресторанчик или вот заведение называется Мясной безлимит. заглядываемся сырой, заглядываемся, вот надо зайти. Что там и как там попробовать. Тоже интересно. Остановился возле горок. Ребята там на самокат катаются. Сегодня народу пока еще видно рано, поэтому немного тишина. покой. Море очень спокойное, тепло, ветерок легкий дует. А я вам покажу. я остановился и что? Буду кушать. Как всегда очень вкусно приготовлено. Очень вкусно. Обыкновенный простой супчик с яйцом, с мясом, бульон. молодцы, готовят. 100 рублей стоит. Этого вполне достаточно на целый день. Сегодня у меня получается такая укороченная оказывается поездка, потому что буквально несколько минут назад позвонил Ирина, но сегодня уже дома, в море не пошли, а студентки там обоставали. Ну, девочки. Я же, говорит, девочка. Без вопросов. Поэтому я спешу своей девочке домой. въехал на нашу центральную набережную. вот здесь такие львята у нас достопримечательные. Все гладят, они все желтые. Вот наша набережная. Очень все приятно, хорошо. еще рано народу мало. Я так думаю, после двух, после трех часов здесь будет столпотворение. Тем более погода располагает там, чтобы погулять по набережной. Вот наш фонтан с музыкой. Ну традиционный кружочек. И поедем, я думаю, через океан. Сейчас вернем направо, мимо грузинского ресторана, в котором очень вкусно готовят. Через океан, через железнодорожный вокзал на морской наверное заедем. Ну сейчас посмотрим. Вот наши друзья китайцы. Ждут вид на свою очередь. Здесь аншлаг каждый день, тем более на выходных. Решил проехать другим путем. Вот сейчас до океана не доехал, свернул налево и в сторону светландской. А потом свернул направо в сторону вокзала. на острове и на острове в сторону Наша краевая дума. Все думают, думают, думают. За нас беспокоятся. Сейчас специально заехал показать вам дом. У нас он называется Серая Лошадь. Раньше здесь был такой очень... А нет, есть, остался. Книжный магазин. Вот в виде такая достопримечательность Владивостока. Опять выезжаем. Вот. Если не останавливаться, мы сейчас поедем просто по улице. А вот здесь можно на пешеходный переход заехать. Мы доехали до железнодорожного вокзала. Сейчас свернем на морской вокзал. Вот наши китайские друзья. морской вокзал. Морской вокзал. Многочисленные экскурсии. Многочисленные экскурсии. Многочисленные экскурсии. Многочисленные экскурсии. очень много приезжают посмотри на многих это экзотикой ну молодцы, веселые ребята. Выехал на Светландскую, сейчас в центральной площади подъезжаем на противоположной стороне, кто за трамп строится какой не знаю видите сколько автобусов, это все китайских друзей туда привезли представляете минимум 40 человек, 50 человек в автобусах так это только сейчас и каждые пару часов автобусы в автобусе хотел поехать на Цесаревича, возле Большого Гума, нашего центрального повернул налево и решил ехать не через Покровский парк а через Партизанский проспект, через Некрасовскую и обратно по такому укороченному эх, нарушаю но машин не там, не там нету, поэтому прошу прощения у себя самого то, что так делают вот можно было доехать по встречной полосе и перейти по пешеходному переходу но нет, пересек сквозную линию вот сейчас поверну направо опять проеду по дороге потом все равно немного на тротуар перейду через пешеходный переход и уже там дальше поеду вот сейчас Тугаревича парк Суханова напротив, а за ним наш телецентр вот сейчас мы заедем военный комиссариат Ленинского Кружевского района вот сейчас мы буквально на 30 секунд заедем в такое местечко покажу особнячок в который я когда-то ходил это половина 69 вот в этом здании учился играть и гитая как музыкальная школа здесь Верху Узу называется ну ребята молодцы очень давно уже много лет вот поехал уже на Некрасовский проспект но по дороге не поехал потому что здесь есть внутренняя дорога за домами и я сейчас проеду на перекрестках и на но есть три варианта у меня первый вариант это на остановку автобуса и на автобусе две остановки проехать на Некрасовской на молодежную а потом на столетие и на столетие второй вариант это поехать по пешеходному переходу который через путепровод идет но это не вариант дорога настолько там разбита что опасно ездить третий вариант это по самой трассе ехать ну выберу третий вариант у меня кстати и галка есть красно-синяя обозначу себя чтобы сзади меня видно тогда на трассу выйду я вам покажу сейчас сейчас на Некрасовскую выезжаю пешеходному переходу вот сейчас мы стоим под путепроводом я проеду за автобусом поверну на лент и поеду уже по нему ну а вот говорил вот такая приспособление галка светит ярко но самое главное вот так что вот с ней сзади обозначу себя и поеду ну вот выехал на путепровод ну скорость я думаю около 35 37 километров в час стараюсь не гнать потому что ограничение поставил не больше сорока обозначил себя сзади мигалкой ну на столетие сейчас едем не на вот 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 и Продолжение следует...